В Сочи собрались звезды мировой нейрохирургии. Это самые опытные специалисты, задача которых поделиться последними достижениями в области нейрохирургии. Нейрохирургия – специальность, которая развивается с невероятной скоростью. Все время появляются какие-то новые технические решения. Вот сегодня, не все, конечно, но многие мы обсуждали, это использование таких методов, как магнитно-резонансная томография во время операции, которые во время операции, использование системы навигации – это точное определение зоны, где имеются какие-то патологические изменения. В конгресс-центре отеля развернулась специализированная выставка, где представлены новинки медицинского оборудования. Ее посетили и сочинские специалисты, ставшие также участниками международного форума. Ведь там, где постоянно проводятся соревнования международного уровня, сочинская медицина должна быть во всеоружии. Если говорить об актуальности спортивных травм, то я думаю, все горожане понимают, что сейчас, когда город становится очень востребованным в плане проведения различного рода спортивных мероприятий, как в горном пластыре, так и в прибережном пластыре, возможность оказания медицинской помощи при спортивных травмах, а это особый вид повреждения, который нуждается в дополнительном изучении. Прозвучала на конференции тема оказания помощи космонавтам. Доклад назывался «Спорт в жизни космонавтов при подготовке к полету, в процессе полета и после него». Космонавты работают в весьма агрессивной среде. Ну, это и невесомость, это и вакуум. А врачи особенно хорошо знают, что человек существует весьма уязвимый. Ну, и для того, чтобы все-таки как-то противостоять этой среде, нужно заниматься физическими нагрузками, специальными нагрузками. А нагрузки нередко приводят к травмам. И задача врачей – вернуть космонавтов не просто к жизни, а к профессиональной деятельности, как и спортсменов. С динамичным развитием профессионального и любительского спорта перед нейрохирургами стоят более сложные задачи. Глина Авсицына, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.